Игорь Тихонович, я вот сейчас иду в храм, но у нас тут нет места для оглашенных. У нас некуда оглашенным выходить. Как поступить? Потому что храм очень маленький, там будет чашу видно, я не имею на неё права смотреть. Да не то, что смотреть, а найди уголок где-нибудь, подальше отойди, ближе к дверям, если уже предпора никакого нету. Это простой вопрос. Опусти глаза долу, не разглядывай никого, в это время особенно усердно молись, скромно. Я бы вышел, скажи, господи, ну некуда, и всё. Попроще будьте. Вот у нас два притвора, кроме центрального. Сразу отошёл, и даже не видно там центральный вход в алтарь. И всё. Пригодись, где-то меньше всего. И с Богом. На улице-то холодно. Не надо на улицу выходить. Хорошо понял? Да, я понял. Всё, найди уголок там, внимательно посмотри, с какой стороны встать. Бывает колонна стоит за колонной где-то. Не надо так, это уже буквально мучиться от этого. Раз нет возможности, нет. А как вот, в головном уборе молиться нельзя, а то температура такая. Да, я выхожу, очень холодно. Но перекреститься один раз, снять шапку и перекреститься, я могу, и сразу надел. А теперь я иду дорогой молюсь, это моя молитва и продолжается. Это перед Богом, надо разумно поступать. А то что, мороз теперь меня молитву перерубил. Смешно даже. Так, ещё кто есть? Так, всем говорим, что вчера мы получили кристину в православию. Ну, посмотрел, всё. Надо, значит, теперь знать, рассказать людям, чтобы для себя маленько готовили было. Так у меня в склад таскали-таскали, я руки чуть не отморозил. Да и то взяли-то только одна тысяча. Так, чтобы у вас было несколько экземпляров-то, берите. А придёт время где-то, можете или продать, или подарить. А не так, взял один, успокоился и всё. А как же мне-то быть? Всё-таки не пять экземпляров, а пять тысяч. В частном-то порядке куда? Тут какие долги? Всё это надо думать, определять. Вот когда брали меня, арестовывали, то архипелаг ГУЛАГ насчитан был. Но один экземпляр бы говорит, ладно, ну у вас пять экземпляров, куда для распространения. А статья гласит для распространения, но они меня и вогнали в эту статью. Но это писание. Сколько раз говорили, на десятину можно, десятину откладывай. Посчитай, сколько ты за пять лет не платил. И на них возьми книги. Выйди, я телефон дам, всё тут куда перевести. Но это только не продавать и никак. Никому не дарить, кроме как священству. Священникам и подарить. Книга изданная хорошо, она любую библиотеку украсит. А уже о внутренности там и говорить не надо. Это собирать надо всю библиотеку, вложили в одну книгу. Не так уговариваешь, вот возьми, как да. Ведь мы же делаем это бесплатно. Так учитывая, сколько время потрачено, сколько перепечатывать, проповедь в стихах. Посмотри, какие четыре тома. А я их карандашом переписывал, все до одного стихотворения. Карандашом. Это не просто так. А потом всё перепечатывал ещё. Это нигде не оплачивается, никак. Мы говорим о том, что в типографию пришлось отдать. За перевозку. Вот в прошлый раз трёхтомник сделали, перевезли только за перевозку. 220 тысяч. 220. При пенсии, ну, допустим, увеличили немного её. Ну, всё равно же, в пределах 20 даже нету. Это как? Да так. Ты для Бога всё это делай. И уговаривать как-то приходится. А надо... Да я знаю, где ко мне придёшь. Ну, по совести ли это? У меня забито всё книгами. Забито. Негде повернуться и в сарай, и везде, и на крыше, и в сенях. Надо распределить в разные места. Но кто сказал, у меня денег нет, перешите. Я потом постепенно... Ну, хоть как-то. Как будто игра какая-то идёт. Ведь в частном порядке издавать сегодня вещь немыслимая. Почему? Бумажные комбинаты уничтожили, а весь лес гонят миллионы тонн кубометров в Китай. А они торгуют, бумага оттуда идёт. Ну, и сделали там хорошую бумагу. А они выдержали всё, что мы говорили. Я сам переплётчик, реставратор книг. Я говорю, что очень хорошо издано. Вот который четырёхтомник был. И сейчас готовим вот это... Может, это последние мои книги, как говорят, «Лебединая песня». Проповеди во свете Святой Библии. Пока рассчитываем на пять томов. И сколько? Не знаем. Но, судя по всему, где-то по 1250 примерно страниц будет. Вот так. А это всё надо где-то взять. Это ясное дело. Мы платим-то миллионы, не просто так. Сегодня. Только предоплата какая. А потом всё вместе. Услышал? Другому скажи. А мне сколько хочется ещё дарить? Получили четырёхтомник. Как раз. 8800 стоит. Я уже подарил больше десяти. Подарил. А как я? Ну, священцу, то другое. А он денег имеет и всё. И не додумается, что... Мне-то надо как-то выйти из этой платины-то. Вы... Вытянуть. Всё это для Бога. А вот это... 2200. 800, кажется, 83 страницы. 96 страниц только цветных фотографий. Ну, маленько так это... К себе прикиньте. Сегодня это есть. И что, я умер, и всё заглохло? Ну, куда же это годится? Вы постарайтесь так. Я соберу сейчас деньги. Там сколько-то. 100-200 возьму. Через меня буду распространять. По той же цене не считаю. Добавку сделал там на почтовые расходы. Кому-то подарить. Ведь у меня прежние 38 томов были по тысяче страниц. По тысяче экземпляров. По тысяче экземпляров. Из них только 650. Подарены библиотеки. И не было вот этой общины-то. Никто деньги не собирал. А как? Сам Бог давал. Прямо сам Бог давал. Я на площади проповедую, а люди подходят и в карман деньги суют. Вот как. Это нам обошлось подарок в 35 миллионов рублей. А у меня минимальная пенсия. Мне не давали работать. Я прораб. А приходилось сторожем быть. А сторожем получит. Но свободные три дня я делал печи. И поэтому заработок был. У министра тот какой-то, наверное, был. И все это тратили мы на покупку. Пленок. На считывание. И распространяли везде бесплатно. Не считая, кто за кассеты там заплатил. Они не кассеты называли. А катушки. Я просто делюсь с вами. Хочу, чтобы огонь загорелся внутри человека. Так же повтори. Александр, вопрос можно, Глубнир вам отец? Да, с миром, брат. А вот это работает. Вот. Вот. Вот.